Спасибо большое, господин президент, за то, что принимаете нас. Если вы не против, нам хотелось бы говорить о новостях, о властных поводах, которые вы сегодня создали в процессе своего выступления в ходе озвучивания послания. В федеральном собрании хотели бы после этого коснуться нескольких личностных моментов и большую часть этой второй части интервью, когда мы будем говорить с вами о вас, мы хотели бы сделать это завтра. Если вас устроит такая работа. Пожалуйста. Конечно. Да, я с признан. Вы сказали сегодня о том, что Россия разработала несколько новых систем вооружения, в частности, то, что создана новая континентальная баллистическая ракета, которая обладает ядерным двигателем и, соответственно, делает системы обнаружения ее и защиты от нее бесполезными. Некоторые аналитики на Западе уже после вашего выступления успели высказаться, что тем самым объявлена новая холодная война. С вашей точки зрения, объявлена ли новая холодная война? Действительно ли вы объявили новую холодную войну? С моей точки зрения, те люди, о которых вы сказали, они не аналитики, они пропагандисты. Почему? Here is why. Потому что все, о чем я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на выход, односторонний выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора о ограничении противоракетной обороны. И если говорить о гонке вооружения, то она началась именно в этот момент, в момент выхода Соединенных Штатов из этого договора. И мы хотели это предотвратить. Мы предлагали нашим американским партнерам совместную работу по этим программам. Во-первых, мы просили их не выходить в одностороннем порядке, не разрушать этот договор. Но США это сделали. However, the U.S. did just that. Не мы это сделали. We didn't do it. Соединенные Штаты это сделали. Но даже после этого мы предложили им совместную работу. И я своему коллеге тогда сказал, представь себе, что будет, если Россия и США объединят свои усилия в таком важнейшем деле, как стратегическая безопасность. Мир изменится на долгую историческую перспективу. И уровень мировой безопасности поднимется на небывалую высоту. Нам сказали, это очень интересно. Но, в конце концов, отказались от всех наших предложений. Тогда я сказал, ну, вы при 2002-м. А эти разговоры где-то были в 2003-м, где-то в 2004-м, наверное, уже. Вас цитировали тогда, цитировали в том плане, что вы сказали, что со стороны Соединенных Штатов это ошибка, но не угроза. Сейчас вы воспринимаете Соединенные Штаты как угрозу? Мы всегда говорили, что развитие системы противоракетной обороны создает для нас угрозу. Мы всегда об этом говорили. Американские партнёры публично это не признавали. Говорили, что это против Ирана в основном. Но, фактически, в конце концов, в разговорах, в переговорах они признали, что, конечно, эта система будет обнулять наш потенциал ядерного сдерживания. Ну и представьте себе ситуацию. В 1972 году, в чём смысл был договора, который был подписан в 1972 году? В том, что США и СССР имели только два района, которые защищали от ракетного нападения. Один в США, один в Советском Союзе. Это создавало угрозу для потенциального агрессора получить ответный удар. В 2004 году США сказали, нет, нам это больше не нужно. Мы будем создавать всё, что мы хотим, глобально во всём мире. Опять-таки, не сразу буквально, но после данных событий, когда США переосмысливали политику и свою позицию в плане безопасности. И согласитесь, когда такое произошло в стране, разве неестественно для неё переосмыслить свою позицию в плане безопасности и политику? Нет, неестественно. Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят ваши передачи. Но если домашние хозяйки услышат то, что я говорю, если вы им это покажете, и они это услышат, и они в состоянии понять, что удары 11 сентября и противоракетная оборонная система ничего общего между собой не имеет. А чтобы защититься от ударов террористов, надо не создавать угрозы друг для друга великим державам, а объединять усилия в борьбе с террором. Та система вооружения, о которой вы сегодня говорили, МБР, вы испытывали её, и она действительно работает. Я задаю вопрос, потому что некоторые аналитики уже успели заявить, что на самом деле, сколько они прошли неудачно, а именно в этой причине была показана мультипликация вместо реального калорта. Я сегодня говорил о нескольких системах. Вы какую имеете в виду? Вы имеете в виду именно межконтинентальную баллистическую тяжёлую ракету? Да, я спрашиваю о той ракете, которая, как вы и сказали, делает защиту от неё невозможной, бесполезной делает оборону от неё. Всё, о чём я сегодня говорил, каждая эта система, она легко преодолевает систему противоракетной обороны. Каждая. В этом и смысл всех этих разработчиков. Но испытания были? Да, конечно. И испытания прошли успешно, она сработала. Очень хорошо. Какие-то из них подлежат ещё дополнительной работе, дополнительную работу нужно провести по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении, а по некоторым, в отношении некоторых началось уже промышленное производство. Они уже пошли в серию. Если вернуться к началу нашего разговора, вот смотрите, значит, на Аляске развернута такая система. Нас разделяют между Аляской и Чукоткой, российским берегом, всего 60 километров. Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, второй заканчивается строительством в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственно близости от российских берегов и на юге, и на севере. Ну, представьте себе, что мы бы сейчас поставили ракетные системы вдоль американской, мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон. И плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон. Что бы вы сказали на этот счёт? Вы бы предприняли какие-то шаги, а мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружения. Это не бред, нет? Мед Мэнс Рейвингс. А так и есть. Но просто вернуться. То есть, вы говорите, что мы в новой армс-райке? Я хочу вернуться. То есть, правильно я вас понимаю, что вы именно это и говорите, что мы сейчас находимся в рамках новой гонки вооружений? Я хочу сказать, что Соединённые Штаты, когда вышли в 2004 году из договора ПАПРО, они вынудили начать работу над новыми системами вооружения. Мы об этом сказали нашим партнёрам. Они сказали, хорошо, делайте, что хотите. Вот мы сделали. Пожалуй, и бриться. Когда вы сказали американскому партнёрам о том, что создает новая система вооружения, вы сказали именно в таких терминах, что Россия создаёт новую межконтинентальную мунистическую ракету с ядерным источником собственного топлива, которое сделает противоракетные системы бесполезными и бессмысленными. Нет, конечно. Я не знал на тот момент, чем мы сможем ответить, говорю вам честно. А партнёры наши исходили, видимо, из того, что мы ничем не сможем ответить. Экономика находилась в тяжёлом положении, оборонная промышленность, армия. Поэтому я думаю, что никому в голову не могло прийти, что мы за такой короткий срок можем сделать такой гигантский скачок вперёд в развитии стратегических вооружений. Я думаю, что ЦРУ говорил, наверное, президент Соединённых Штатов, ничего они не сделают, а Пентагон говорил, а мы сделаем, сделаем мощную современную систему противоракетной обороны глобального характера. Ну вот, и пошли вперёд. Но я отвечу прямо на ваш вопрос. Я могу сказать, что было сказано нашим американским партнёрам на тот момент, и что я лично говорил. И, просто, к примеру, вы имеете в виду Джорджа Буша-младшего? Ну, кто был в 2002, 2003, 2004 году? Кто был президентом в 2002, 2003 и 2004? Но это произошло постоянно, или было только в тот момент? Это продолжалось постоянно, и только в течение этого периода временного двух лет, который... На самом деле, мы всю плешь проели, говорили об этом постоянно в течение 15 лет. И было дословно сказано следующее. Ну, почти дословно. Я сказал, что мы не будем сейчас развивать систему противоракетной обороны, как вы. Во-первых, потому что это очень дорого, и у нас нет таких ресурсов. И, во-вторых, мы ещё не знаем, как это всё будет работать. И вы не знаете, и мы тем более. Но чтобы сохранить стратегический баланс, чтобы вы не смогли обнулить наши силы ядерного издерживания, мы будем развивать ударные системы, которые будут способны преодолевать вашу систему противоракетной обороны. Это было сказано прямо, абсолютно откровенно, без всякой агрессии. Просто, ну, я сказал то, что мы будем делать. Ничего личного. В ответ на это мы услышали, мы делаем не против вас, а вы делаете, что хотите, мы будем исходить из того, что это не против нас, не против США. Давайте поговорим о сегодняшнем день и о том, что вы сегодня говорите, что вы используете эти оружия, если Россия или ее алисы приступают в атаке. И вопроса, если вы имеете в виду любую атаку, или только нуклеарный атаку на Россию или ее алисы. Давайте о сегодняшнем днях поговорим и о будущем. Я услышал вопрос. Я еще хочу сказать, что в 2004 году, я сегодня об этом вспомнил, я на пресс-конференции сказал, что мы будем развивать, вот конкретную назвал систему ракетную, авангард мы ее называем. Сейчас мы ее назвали авангард, но тогда я просто говорил, как она будет работать. Прямо сказал, даже сказал, как она работать будет. Но мы надеялись, что это хоть это услышат, попробуют с нами как-то обсудить это, поговорить о совместной работе. Нет ничего, как будто ничего не слышали. Сокращение стратегически-вступательных вооружений и система ПРО – это разные вещи. Мы будем сокращать число носителей, число боеголовок, согласно СНВ-3. То есть количество будет сокращаться с обеих сторон. Но при этом одна сторона, США, будут развивать антиракетные системы. С конца концов наступит ситуация, когда все наши ядерные ракеты, весь ракетный потенциал России будет сведен к нулю. Поэтому мы всегда это связывали вместе. Так это было и в советско-американские времена. Это естественная вещь, это всем понятно. Получается ли, как правильно воспринимают, что те 4000 ядерных единиц и вооружений, которыми Россия распространена на данный момент, не могут преодолеть противоракетные системы США на данный момент? Могут. Сегодня могут. Но вы развиваете свою антиракетную систему? Дальность антиракет возрастает. Точность увеличивается. Это оружие совершенствует. И поэтому нам нужно адекватно отвечать на это. Чтобы мы могли преодолевать систему не только сегодня, но и завтра, когда у вас появится новая оружие. Я понимаю. И именно поэтому наличие в России межконтинентальной мунистической ракеты с ядерным двигателем действительно в корне меняло бы ситуацию и было бы мощным фактором. Вы сказали о том, что некоторые испытания прошли отлично, дали очень хорошие результаты. Другие не совсем. Им еще надо работать. Я вопрос, если позволите, по-своему таким образом. Есть ли на данный момент у России рабочий и работающий вариант МВР с ядерным двигателем? Послушайте, я не говорил, что испытания какой-то из этих систем прошли неудачно. Они все прошли удачно. Просто каждая из этих систем оружия находится на разных стадиях готовности. Одна из них уже находится на боевом дежурстве. В войсках находится. Вторая тоже. По некоторым системам идет работа по плану. У нас нет сомнения, что они будут на вооружении. Нет сомнения. Тоже, как не было сомнения в 2004 году, что мы сделаем ракету с так называемым крылатым планирующим блоком. Вы все время говорите про баллистические межконтинентальные ракеты, которые новая ракета... Вы говорите об МВР все время? Нет. Но я говорю, что мы создаем только одну новую, совсем новую ракету тяжелого класса, которая придет на смену нашей ракете, которую мы называем воевода, а у вас называют, прости господи, сатана. Мы вместо нее будем ставить новую, более мощную ракету. Вот она баллистическая. Все остальные системы, они не баллистические. В этом весь смысл. Потому что система противоракетной обороны работает против баллистических ракет. А мы создали целый набор новых стратегического оружия, которые не двигаются по баллистическим траекториям. И система противоракетной обороны против них бессильна. Это значит, что деньги налоговоплательщиков США выброшены на ветер. Но, опять же, вы сказали, что Россия использует эти системы в случае, если будет совершено нападение на Россию или на ее союзников. А нападение ядерное или любое? У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Первое – это нападение с помощью ядерного оружия на нас. Или нападение на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений. Но в том случае, если создается угроза существованию государства. Это соответствует нынешней действующей российской доктрине об использовании ядерного оружия. Совершенно точно два повода для ответа ядерного оружия. В России заинтересованы в том, чтобы провести новые переговоры о новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. У нас скоро заканчивается срок действия СНВ-3. Мы готовы к продолжению этого диалога. Для нас ведь что важно? Мы согласны на сокращение, либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок. Но теперь, когда у нас появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО, для нас не так критично снижение количества баллистических ракет и боеголовок. So would these weapons be part of those discussions? Эти новые системы, о которых вы говорили, они бы стали частью новых переговоров о сокращении стратегических вооружений? С той точки зрения, что и количество носителей, и количество боеголовок, которые на них могут быть размещены или будут размещаться, конечно, должны включаться в общий зачет. И мы издалека вам покажем, как это выглядит. У нас между военными там есть понимание, как проводятся эти проверки, есть, в принципе, в этом смысле отработанные механизмы, и достаточно высокий уровень доверия. В принципе, военные работают достаточно профессионально друг с другом. Политики много разговаривают, а военные знают, что они делают. Вы же политик. Я военный тоже. Я верховный главнокомандующий. И я 17 лет был офицером военной разведки. Вы рады, что вы любите, что вы были в КГБ? Люди не знают это. Вам импонирует, как вам импонирует лично тот факт, что вы работаете в КГБ, так и то, что это общеизвестные факты, и то, что об этом знают люди. То есть у вас это вызывает положительные эмоции? Нет, не положительные, не отрицательные. Это был большой опыт, причем в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешел в гражданскую сферу. В этом смысле это, конечно, положительное. Мне помогало. Каким образом вам помогало? Вы знаете, я же работал, после того, как ушел из разведки, я работал, допустим, в университете. Был помощником ректора Петербургского университета. Это работа с людьми, это умение контакты налаживать, побуждать каким-то действием, объединять людей. Это очень важно в академической среде. Потом я работал заместителем мэра Петербурга. Там эта ответственность еще была большая, широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, пятимиллионного мегаполиса. Впервые познакомился работой в Петербурге на этой должности с Генри Киссинджером. Все это помогало, конечно, в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогало работать в Москве. Вы думаете, что это дает вам преимущество преимущества над вашими как союзниками, так и соперниками, противниками, этот опыт? Не трудно сказать. У меня нет другого опыта. Единственное, что я знаю, мои партнеры, главы государств, правительств, это исключительные, выдающиеся люди. Они прошли большую селекцию и отбор. И случайных людей на этом уровне не бывает. И каждый из них имеет свои преимущества перед другими. Такой вопрос. Вы уже долго находитесь во власти в России. На вашем веку я уже спиделся четыре американских президента. Вопрос у меня такой. Кого ли вы из них не предпочитаете, а остальные? Это, вы меня простите, это не очень корректный вопрос. Каждый из моих партнеров хорош по-своему. Ну, и в целом у нас добрые отношения были. Практически со всеми. И с Биллом Клинтоном, он уже уходил с должности президента, но мы с ним еще несколько месяцев могли поработать вместе. Потом и с Бушем, и с Обамой. Сейчас меньше, конечно, но и с действующим президентом. Ну, у каждого есть нечто такое, что не может не вызывать уважения. При этом мы могли спорить, не соглашаться, и часто это происходит. У нас разные позиции по многим, даже ключевым вопросам. Но все-таки нам удавалось как-то сохранять нормальные человеческие отношения. Если бы этого не было, было бы гораздо не только труднее, а гораздо хуже для всех. Как вы думаете, насколько важно, будучи президентом, создавать впечатление силы, проецировать силу? Важно не создавать впечатление, а проявлять ее. И важно только еще то, что мы понимаем под силу. Это не просто стучать кулаками и громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений. Первое – это человек должен быть убежден в правоте того, что он делает. И второе – он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой стоят. У меня в связи с этим вопрос возникает. Когда время от времени случаются фотографии западной прессы, в российской прессе, вас, скажем, скачущего на лошади без рубашки, об этом есть какой-то смысл? Это зачем? Я отдыхаю. Есть ваши коллеги российские, есть интернет. Ну, так, чтобы совсем целенаправленно мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, в бумагах, в кабинете. Но это никому не интересно. Я видел фотографии… Вы говорите, что они нравятся шертлесные фото. Вы хотите сказать, что людям нравится, когда вы скачете на лошади без рубашки? Знаете, я видел фотографии свои, когда я скачу на медведя. Но я на медведя пока не скачал. Но фотографии такие есть. Выборы, можно сказать, у нас у нас есть две недели. Вам немного не мало 65 лет. Некоторые, может, даже многие люди в этом возрасте уже задумываются о том, чтобы немного сбавить обороты. Вот вы в своем будущем предвидите ситуацию, когда вам захочется слегка сбавить обороты? Ну, во-первых, насколько мне известно, в мире много политиков действующих, которые старше меня. И они работают очень активно. В том числе и в моей стране. Не только в США, но и в других странах. В мире очень много. В Европе есть, где угодно в мире. Но если человек приходит на первое место, он должен активно работать. Так, как будто это он делает в первый раз в своей жизни. Как первый и последний. Но есть конституция. Я никогда конституцию не нарушил. И никогда не менял конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность работать, еще один срок буду работать, разумеется, с полной отдачей силы. Последний вопрос, поскольку уже поздно вопрос на сегодня. Извините, если ответ на него будет, возможно, долгим. Но звучит вопрос таким образом. Как президент на посту президента, каким вы видите, что вы считаете своим самым большим достижением и что вы считаете своим самым большим пробахом? Вы знаете, и то, и другое будет очень близко. Самое большое достижение это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объему. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время из того, что не сделано до конца, это то, что за чертой бедности у нас еще живет слишком много людей. Нам нужно сокращать, убирать эти ножницы между теми, кто зарабатывает очень много, и тем, кто зарабатывает слишком мало. В связи с этим там много плюсов есть, и нерешенные пока вопросы. В начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тысяч почти. Мы эту ситуацию переломили. Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная. Материнская почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. У нас самый большой рост сейчас, темп роста продолжительности жизни. Многое изменилось в экономике. Но нам не удалось решить главную задачу в экономике. Мы поменяли так, как нам нужно еще, структуру самой экономики. Мы не добились необходимых нам темпов роста производительности труда. Но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем. Дело в том, что у нас и не было возможности пока решать эту задачу. Потому что до сегодняшнего момента у нас не были созданы еще макроэкономические условия для конкретных действий по этим направлениям. У нас в начале пути инфляция была под 30%. Сейчас она у нас 2,2%. У нас растут золотовалютные резервы, у нас стабильная макроэкономика. И это как раз дает нам шанс сделать следующий шаг. И в направлении повышения производительности труда, привлечения инвестиций, в том числе частных, в изменение структуры экономики. Это я вам говорю, крупными блоками есть еще конкретные направления, включая современные технологии, искусственный интеллект, цифровизацию, биологию с медициной, геномные исследования и так далее. Я надеюсь, что завтра мы намного больше поговорим об экономике, о других вопросах, связанных с тем, и завтра мы будем рады. Я знаю, что у вас очень длинный, длинный день. Поэтому особое вам спасибо, что вы делили так много времени. Спасибо вам тоже.